Над многими удивительными вещами обычно сам и не задумываешься, пока кто-то на них не обратит внимания специально. Например, есть вот такая физическая загадка почему, прыгая внутри вагона движущегося поезда, человек приземляется на то же самое место, а при прыжке на крыше того же самого движущегося поезда, уже в совсем другое место. При всей своей кажущейся простоте, далеко не каждый сходу находит правильный ответ на поставленный вопрос. Прежде всего хочется отметить, что никогда не стоит проверять данную загадку на себе любимом. Выбираться на крышу поезда в движении небезопасно из-за близости к ней железнодорожных высоковольтных проводов. Собственно, небезопасность подобных экспериментов чаще всего и становится причиной многочисленных шуток на тему загадки в духе того, что, прыгая на крыше человек приземляется не в то же самое место, а сразу на кладбище. И все же загадка. Наверняка каждый успел подумать о действии инерции, которая вроде бы должна заставлять человеческое тело двигаться вслед за несущимся составом. Инерция действительно действует как на прыгающего внутри железнодорожного состава, так и на прыгающего на его крыше. Вот только воздействует на человека не только она одно, но еще как минимум трение воздуха. Дело в том, что воздух, находящийся внутри железнодорожного вагона, является частью замкнутой системы, а потому несется вперед вместе с поездом, внутри которого находится и прыгающий человек. Такой воздух не создает достаточного трения, чтобы как-то повлиять на траекторию движения прыгающего человека, так как сам движется по инерции. Другое дело воздух за пределами вагона. Он вместе с поездом не движется, а потому вызывает достаточную силу трения, способную повлиять на прыгающего на крыше человека. Таким образом можно сказать, что при прыжках на крыше состава, человека просто сдувает.